Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Я и мои коллеги расскажем вам о том, что происходит в родном городе. Вначале коротко о главных темах выпуска. День дня без книги. Свой профессиональный праздник зареченские библиотекари отметили вместе с читателями. Открыли сезон отдыха. В Заречном начал работу первый летний оздоровительный лагерь. Тут есть дискотеки и вчера к нам приходил из ДК современник, приходили и играли с нами. Золотая медаль и звание мастера спорта. Итог всероссийских соревнований для зареченского дзюдоиста. Легко я их прошел, был готов, я долго к этому шел. И настал такой период. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Заречном названы лучшие предприниматели. Торжественная церемония прошла в музейно-выставочном центре. Дипломами конкурса «Бизнес Заречный-2013» награждены 14 представителей делового сообщества. Они работают в сфере торговли, оказания услуг, производства продовольственных и непродовольственных товаров. Обладателем гран-при конкурса стало научно-производственное предприятие «Сенсор». Оно считается крупнейшим в приборостроительном кластере Пензенской области. В особой номинации отметили предприятие, которое активнее других, участвовало в социальных проектах города и занималось благотворительностью. В этом году диплом конкурса получила компания «Цитрон». Как отмечают организаторы конкурса, «Зареченский бизнес» стал более социально ориентированным. В этом году у нас произошло развитие сферы услуг. У нас открылся центр семейного отдыха «Пингвин», у нас открылся ветеринарная клиника, у нас открылся еще ряд проектов, которые именно были направлены на услуги. Это очень приятно осознавать, потому что услуги достаточно сложный вид бизнеса, его трудно вести, он малорентабельный. И поэтому те проекты, которые у нас в городе открываются, мы всегда очень рады и мы поддерживаем. Свой профессиональный праздник зареченские библиотекари отметили с небольшим опозданием. Все работали в День города и подготовиться к собственному торжеству. 27 мая не успели. Зато сегодня порадовались от души. В центральной библиотеке собрались виновники торжества. В их адрес звучали слова благодарности и поздравления. К ним присоединилась Елена Степкина. Не может участи быть лучше, чем жить среди хороших книг, утверждают сотрудники информационно-библиотечного объединения. Среди библиотекарей нет случайных людей, здесь те, кого сюда привело призвание. Сегодня 88 зареченцев посвятили себя непростой работе – приобщению горожан к книге. В настоящее время в библиотечное объединение входят 4 подразделения. Все они направлены на своего читателя. И пусто в залах никогда не бывает. 27 тысяч зареченцев, почти половина населения города – постоянные читатели. Вы ходите в библиотеку? Да, да, да. И самые-самые… Давнишние, наверное, как 40 лет здесь живу, 40 лет я в библиотеке. Дети подрастают. И сама помню, что в начальной школе, начиная с начальной школы, уже ходили в библиотеку, как бы все равно книги. Это важно в нашей жизни. Сразу видно, кто читает, а кто не читает. Какую-то книжку. Стиль языка, изложение совсем другой. Свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек – отмечали все вместе. Поздравить их пришли руководители города, Департаменту культуры и самые юные читатели. Лучшим сотрудникам вручили грамоты, благодарственные письма главы администрации и главы города Заречного. Сейчас информационно-библиотечное объединение – это не только место, где можно взять интересную книгу. Здесь можно весело использовать, провести свободное время. Объединение реализует ряд креативных проектов – Читающий город, Библионайт. Здесь же проводится и обучение работе на компьютере старшего поколения зареченцев. В библиотеке можно встретить читателей любого возраста, и всем найдется книга по душе. Книжный фонд пополняется. Сейчас у нас где-то 340 тысяч экземпляров на данный момент. Но я надеюсь, что есть надежда развиваться дальше, и мы будем развиваться дальше. И развиваться есть для кого? Тех, кто по-прежнему, несмотря на обилие всевозможных гаджетов и аудиокниг, предпочитает печатное издание в Заречном много. Мне нравится старинная лягушка, мне еще нравится конек-гурбунек, мне еще нравится. Мне репка нравится, три богатыря мне нравится. А еще мне нравится сказка, самая-самая у меня любимая, принцесса на горошине. Я еще пока не умею читать, но мне мама купила две книжки по слогам, и я читаю. Умница! А сейчас с кем книжки читаешь? С мамой? С папой, с мамой и со всем садиком. И пока вот так все дружно читают, русская поговорка «С книгой жить век не тужить» будет актуальна и для Заречного. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о том, как в нашем городе прошел день библиотек, сколько зареченцев сейчас читает и многом другом, мы поговорим с нашим гостем. Сегодня в студии директор информационно-библиотечного объединения Наталья Корочкина. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Для начала от всей телерадиокомпании хотелось бы вас поздравить, ведь в этом году вы были занесены в городскую галерею почета, правильно? Да, все правильно. Вот как сказал Федор Михайлович Достоевский, учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное. Я думаю, что пришел тот момент, когда наше учреждение должно было стать на доску почета, занесено быть. И я думаю, что это награда, это большая ответственность. Это большая ответственность и путь к развитию дальнейшему нашего учреждения. Я думаю, к развитию хорошему, позитивному. И я думаю, что это будет большим стимулом для дальнейшей работы нас и нашего коллектива, в частности, и увеличение количества пользователей. Ну и теперь к сегодняшнему празднику. В день библиотек. Получилось ли у хранителей книг отдохнуть? Позволили ли себе отдых небольшой хотя бы? Именно в день библиотек, а он 27 мая, у нас, конечно, не получилось отдохнуть, потому что у нас еще город не отошел от празднования пятилетия. И мы перенесли дату празднования на 29-е на сегодня. Сегодня мы собрали коллектив, поздравили, наградили всех достойных. Но я хочу сказать, что у нас в коллективе каждый профессионал своего дела и каждый находится на своем месте. И благодаря этому наше информационно-библиотечное объединение стало лучшим среди всех городов ЗАТО, среди библиотек всех городов ЗАТО. И получила диплом первой степени и сертификат на 300 тысяч рублей, которые, я думаю, что мы успешно используем дальше для своей дальнейшей работы и для развития новых проектов. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Об этом и многом другом мы поговорим чуть позже. А пока к другим новостям. Произведение в прозе в подарок любимому городу. В Центральной библиотеке подвели итоги литературного конкурса, посвященного юбилею Заречного. Своё творчество продемонстрировали 33 участника разных возрастов. Ксения Тризна слушала лучшие произведения о городе. Буду жить здесь, буду беречь его, ты цвети, расцветай, Заречный. Стихотворное признание в любви родному городу звучит со сцены. Но все, кто собрался в этот день в Центральной городской библиотеке, уже успели поздравить Заречный с юбилеем. В прозе. Все они – участники литературного конкурса «К дню рождения города». Каждый из них нашёл для Заречного особенные слова и оригинальные идеи. Взрослые писали в основном воспоминания о своей молодости, о строительстве города, что тоже очень ценное для нас, для сегодняшних жителей нашего города Заречного. А те, кто помладше, историю своего города придумывали заново. Посвящали ему целые сказки, где добрый царевич Мехвас строит город в лесу, маленькая девочка дружит с говорящим лосёнком, а дети сражаются со злом и, конечно же, побеждают. Мой рассказ о том, как наш город посетил злой волшебник, и ребята пришли к волшебному чудо-дереву, и оно им давало советы и помогало им развеселить взрослых. А кто-то, наоборот, решил заглянуть в будущее и описать 225-й день рождения города. Развитие высоких технологий, контакты с внеземными цивилизациями и запуск космического корабля к юбилею Заречного. Эта тема наиболее интересна. Тут можно допустить самый большой, скажем так, полёт фантазии. Не надо опираться на какие-то современные условности или ещё что-то. Может придумать всё, что ты хочешь. Работы победителей опубликуют, и все желающие смогут найти их на библиотечных полках. И в накладе остались и другие участники. Кто знает, может быть, они захотят создавать новые произведения, и этот конкурс станет началом долгого творческого пути. Ксения Тризна, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный». 1 июня в городе стартует акция «Мы выбираем жизнь». В этом году она проходит в рамках областного антинаркотического месячника «Сурский край без наркотиков». Программу мероприятия обсудили сегодня в администрации города. К участию, помимо правоохранителей, планируют подключить учреждения образования, культуры и здравоохранения. В течение месяца в городе пройдут акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Это спортивные соревнования, конкурсы рисунков, лекции и беседы, рассчитанные как на школьников и молодежь, так и на людей старшего поколения. В целях профилактики употребления психоактивных веществ в ближайшее время в городе планируют распространить листовки с номерами телефонов доверия. По ним можно сообщить информацию, где употребляют наркотики или торгуют смертью. Звонок анонимный. И к другим темам. Получили главный в жизни документ. Сегодня зареченцам, достигшим 14 лет, вручили паспорта. По традиции, в торжественной обстановке. На церемонии вручения побывала и наша съемочная группа. Алексей расписывается в получении самого главного документа гражданина Российской Федерации. Юноше недавно исполнилось 14 лет и откладывать получение паспорта в долгий ящик он не стал. Хочется быстрее получить паспорт, стать гражданином России. Конечно, ждала тоже и хочется самому, так сказать, и через проходной проходить. Все-таки же и взрослым становишься постепенно. Поддержать в такой ответственный момент нового полноправного гражданина России пришли практически всей семьей. Младший брат, дед и мама. Им очень хотелось стать свидетелями торжественного события. Церемония вручения паспортов началась с теплых слов в адрес повзрослевших зареченцев. Каждый взрослый помнит тот момент, когда он сам получал паспорт. Наверное, это действительно одно из важнейших событий в судьбе каждого гражданина Российской Федерации. Шагайте по жизни всегда только обдуманными шагами. Хочу пожелать вам добра, мира, всего самого наилучшего. В мае 30 юных зареченцев получили паспорта гражданина Российской Федерации. На торжественной церемонии подросткам вручили документ, памятный адрес и сувениры. Организаторы постарались, чтобы этот важный день надолго запомнился новым полноправным гражданам Российской Федерации. Этот город очень молод, как почти любой из нас. Но о нем мы всюду помним, каждый день и каждый час. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Вместо обычной линейки – путешествия по улицам импровизированного города. В 222-й школе итоги учебного года подвели в игровой форме. Ребята бегали по станциям и знакомились с историей Заречного. В путешествие отправилась и наша съемочная группа. В последний день четвертой четверти учащиеся 222-й школы не сидели за партами. Итоги года решили подвести в непривычной форме. Мальчишкам и девчонкам предложили прогуляться по школьному Арбату. В каждом его уголке – станции со своим названием и соответствующими заданиями. Это переулок творческий, спортивный, площадь ликования. Сами названия говорят за себя. Это праздник, посвященный 55-летию города, в этом году очень значим. А еще очень важно, что этот праздник проводится в преддверии Дня защиты детей. Всего 9 проспектов и переулков. И каждый так или иначе связан с историей. Школьники представляли свои видеопрезентации города, в котором хочется жить, рассказывали о звездах Заречного, учили новый гимн и посвящали городу свои рисунки на асфальте. Мы рисуем наш город и поздравление нашему городу с днем рождения, открытку. В школьном Арбате приняли участие почти все классы, кроме старших. Выпускники, которые сейчас сдают экзамены, подведут итоги на вечерах прощания со школой. Остальные же своим путешествием остались довольны. Такого массового действия в 222-й не было уже 5 лет. Символично, что эту традицию возобновили в юбилейный для Заречного год. Теперь, скорее всего, школьный Арбат станет ежегодным. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Информация для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Завтра, 30 мая, с 17 до 20 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту 30-летия Победы от Обелиска до улицы Ленина. Ограничение связано с проведением финала проекта «Таланты нашего города», посвященного 55-летию Заречного. Будьте внимательны. Одни только подводят итоги учебного года, а у других уже начались каникулы. Свои двери для юных зареченцев открыл лагерь в городском профилактории. В первой смене в нем отдыхают и поправляют здоровье 85 детей. С лагерным распорядком дня ознакомилась Ксения Тризна. Эй, я пока что не играю! Маленький Владик Киселев оторвался от важных дел, чтобы дать нам интервью. Он отдыхает в детском лагере на базе городского санатория-профилактория и прекрасно проводит время. Здесь очень много увлечений всяких разных. Можно собирать пазлы, играть в шахматы, шашки. Шахматными баталиями и другими настольными играми дело не ограничивается. Организаторы подготовили для ребят обширную развлекательную программу. Тут много разных занятий и мероприятий. Ну, например, расскажи про какие-нибудь. Тут есть дискотеки и вчера к нам приходил из ДК современник, приходили и играли с нами. Праздники праздниками, но и о здоровье забывать не стоит. Но здесь обходится без горьких таблеток, невкусных микстур и уколов. Все процедуры приносят маленьким пациентам только радость. Они могут подышать целебным воздухом в соляной камере, попить вкусный и полезный кислородный коктейль или принять успокаивающую ванну с целебными настоями. Мне больше всего нравятся жемчужные ванны, я понял, и механический массаж. Ну, то есть там на кушатке лежишь, и как волны. Тебе здесь нравится вообще? Очень. Очень интересная программа, процедура хорошая. В этом лагере дети проведут три недели. Получат массу впечатлений, найдут новых друзей. А те, кто заскучает по дому, всегда могут встретиться с родителями. Это четыре часа мы тут, то есть и день, и ночь. А если там родители, например, хотят забрать ребенка на ночь, они могут написать заявление и забрать его. Но пока ребята признаются, что домой не хотят. Ведь впереди у них целая смена и множество новых интересных открытий. Ксения Тризна, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Она вышла из мая. Тамара Арзютова представила публике новую выставку. На ней представлены картины, написанные в последнее десятилетие. Выставку художница посвятила сразу двум юбилеям – Заречного и собственному. Одну из первых экспозицию посетила Алина Филипова. На вечере одного художника множество гостей. Все они – поклонники, друзья, коллеги и ученики признанного мастера жилописи Тамары Арзютовой. Ее очередной вернисаж стал тройным подарком для города, детской школы искусств и самой художницы, таким образом отметившей очередную круглую дату. К сожалению, прошел еще один десяток лет, можно сказать, плодотворных, творческих. Всегда моя творчество непосредственно связана с творчеством детей. И самая большая, конечно, любовь – это окружающая природа. Наверное, поэтому и название выставки выбрали соответствующее – «Я вышла из мая». Пейзажи и натюрморты выполнены как в любимой технике Тамары Борисовны акварелью, так и в совершенно новых, например, в батике. Идея для большинства картин, по словам автора, появилась спонтанно. «Картина родилась от того, что мое внимание привлек вот этот вот куст. И когда я привезла эту работу домой, я думала, ну что тут такого интересного. Ограниченное пространство. Стали заходить мои дочери и говорить о том, что в этой работе очень много воздуха, есть какое-то определенное настроение. Вот этим и ценны работы, когда они написаны с натурой». Любовь к природе и живописи Тамара Борисовна прививает и своим ученикам. Многие из них уже давно выросли, а некоторые и сами стали профессиональными художниками. «Нам всем хотелось писать, как она, выглядеть как она, быть как она, поэтому мы тоже стремились стать художниками. Потому что в моем представлении она настоящий художник, как она всю жизнь в этой профессии, она никогда и не изменяла. И всегда она находится в творчестве». За такую преданность искусству и педагогическому ремеслу благодарность от губернатора Пенинской области и пожелания дальнейших творческих успехов. В том, что они непременно будут, никто не сомневается. Ведь главный секрет успеха Тамары Ордютовой – ее воспитанники. А они всегда рядом. Алина Филипова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». От культуры к новостям спорта. Медаль высшей пробы и новое звание. Наш дзюдоист Дмитрий Пивкин выполнил норматив мастера спорта на соревнованиях в Волгограде. Свою победу спортсмен посвятил родному городу, ведь одержал он ее как раз в день рождения Заречного. С подробностями Ольга Савкина. «Силен не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал и опять вставал». Эти строки и про него тоже. Про новоявленного мастера спорта по дзюдо Дмитрия Пивкина. Он бороться начал в 14, по спортивным меркам поздновато. Потому не все гладко и не все сразу получалось. Целеустремленность, упорство. Он очень долго к этому шел, долго тренировался. У него много было поражений, проигрышей. Но вот ему в плюс это то, что он не сдавался, терпел, то есть проигрывал, приходил опять на тренировки, тренировался и вот он добился своего. Добился своего на всероссийском турнире в Волгограде в памяти двукратного чемпиона Европы по дзюдо Евгения Погорелова. До этого несколько раз был в шаге от мастерского результата в основном виде самбо, а выстрелил там, где только осваивает правила и пробует свои силы. Съезжаются на эти соревнования в основном юг России. Это Адыгея, Чечня, Карачаево-Черкесия. И в весе было очень много представителей южных регионов. Они сильные борцы, характер, не сдаются. Всегда с ними поединки напряженные. В прошлом году ездили на этот турнир. Дмитрий у нас стал пятым-шестым. Но в этом году он провел просто блестящие все поединки и выполнил норматив мастер-спорт. Провел я четыре поединка. Три поединка выиграл Японом, это заявная победа. И полуфинальный поединок выиграл со счетом 10-0. Легко я их прошел, был готов, я долго к этому шел. И настал такой период. Настало время побеждать, так считают и тренеры. И добавляют, судя по содержанию борьбы, у Дмитрия большое будущее. А значит, не за горами мастерский результат по самбо, а дальше новая цель – выполнить норматив международника. Ольга Савкина, Игорь Вейдаков, телерадиокомпания «Заречный». Далее вас ожидает блок полезной информации, после чего мы вновь встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительный комбинат» строит и продает одно- и двухкомнатные квартиры в четырехэтажном доме по улице Торговая на 132-м квартале. Стоимость одного квадратного метра – 37 тысяч рублей. Справки по телефону – 61-40-14. Милые дамы, ловите момент в караване, ведь там сосиски сливочные «Останкино» – 179,90, говядина тушеная «ГОСТ» – 500 граммов – 69,90, виноград красный – 89,90, конфеты «Джек» – 129,90, квас «Самко» – 4 литра – 79,90. Выбери меня, выбери меня. Бытовая техника с завтрашнего дня. «Мир мечты, юсты ты» Быть ли в Заречном храму – зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром! Реклама прошла быстро, мы снова в студии. И у нас в гостях сегодня директор информационно-библиотечного объединения Заречного Наталья Корочкина. Еще раз здравствуйте. Наталья Владимировна, вы уже сказали, что наша библиотека признана лучшей среди всех библиотек ЗАТА. Вот как такое случилось? Как нам присвоили такое звание и когда? Ну, это, наверное, не случилось. Это было планомерно. И мы мелкими шагами шли к этой победе. Я думаю, что медленно, но твердо и уверенно мы шли к этой победе. И мы рады, что это случилось именно в день города нашего, что именно в день 55-летия нашего города. В этом году у нас 55-летие ЦГБ будет в октябре. Поэтому это тоже еще одна большая награда, показывающая успех нашей отрасли культуры в целом и нашего учреждения в частности. Потому что не только мы выиграли дипломы, получили дипломы, но и тоже некоторые учреждения культуры тоже получили дипломы в этой отрасли. И наш Заречный признан в честь своего 50-летия, не в честь, а вот как раз во время 55-летия признан культурной столицей Росатома. – Прекрасно. Ну, успех, безусловно, заметен, раз уж его оценили на столь высоком уровне. Вот за счет чего получилось его добиться? Какие проекты, хотелось бы услышать, были реализованы нашей библиотекой? – Ну, у нас много проектов и сейчас идет, и раньше. Они уже начали реализовываться в 2011-2010 году. Как я уже рассказывала об этом, в 2011 году у нас реализованы, начало реализацию и до сих пор идет, это проект «Библионайт». Тот, который работает только у нас, ни в одной библиотеке России. Нет такого ночного проекта, который работает постоянно, является процессом, а не событием. То есть с восьми вечера до двух ночи ребята приходят к нам и получают качественную информацию, ну, интеллектуальный досуг, вот, качественный досуг. Вот, второй проект, интересный, «Читающий город», он реализуется вместе с вами. Вот, наши девочки, значит, делают передачи о книге для того, чтобы наши читатели пришли к нам с удовольствием, чтобы наши читатели заинтересовались книгами, о которых делают сюжеты. И не только книги, и ситуации какие-то. И чтобы больше читателей, больше людей приходило к нам, мы их ждем. Ну и стало ли больше читателей? Увеличилось ли число тех, кто посещает библиотеку сегодня? Ну вот по посещаемости, да, у нас посещаемость стала намного больше. В общем-то, читателей сейчас у нас, процент охвата населения у нас больше, чем в Москве. 46% у нас, вот, по последним цифрам. В Москве это 37%, так что это тоже плюс нашего города. То, что тот, кто, наверное, живет в своем городе, знает свою библиотеку, это вот люди нашего города, потому что и молодежь уже ходит к нам без опаски, они приходят и живут здесь, это третье место. И вот наша победа в том, что библиотека стала третьим местом интеллектуальным отдыхом и досугом для людей, которые раньше о ней не знали. То есть книги по-прежнему ценятся, несмотря на то, что век информационных технологий? Вы знаете, мне кажется, что в век информационной технологии все равно вот именно шелест книг, именно вот книжный носитель, именно вот эта книга, которую можно взять перед собой, прочитать, это должно быть неизменным. Это как театр, телевидение, я вот сравню вот так, конечно, вот телевидение было бы всегда, но театр остается. И так же и книга, так же и книга, она должна все-таки, не должна, она есть, она остается, это как вот та традиция, которая должна быть. И я думаю, что у нас много очень читателей в нашем городе любят книги. Ну, о каких проектах, которые уже реализованы, мы поговорили, что еще планирует городская библиотека для привлечения читателей? У нас очень интересные проекты есть, это читальный зал под открытым небом, который уже тоже начал свою реализацию в 12-м году летом. Сейчас у нас в парке три дня в неделю наши библиотекари выходят в люди, потому что сейчас погода хорошая, вот, выходят в люди со своими книгами, и очень много читателей, пользователей, очень много мам с ребятками приходят гулять в парк и удивляются, так хорошо удивляются, что у них есть возможность посидеть, почитать книги и детям дать хорошие книжки, чтобы они отдохнули под открытым небом. Погода у нас хорошая, сейчас все благоволит, вот, и наши девочки выходят с книгами на улицу. Я думаю, что это хорошая традиция, та, которая подхвачена будет, и я думаю, что, в общем-то, читальный зал под открытым небом обретет своих постоянных читателей, потом они зимой придут к нам в наше здание и будет опять пополнение людей. Читальный зал откроется рядом с библиотекой или какое-то другое место? Это наш секрет, мы планируем открыть читальный зал рядом с библиотекой, вот, я уже говорила, что мы получили в Росатоме денежки небольшие, и вот, когда мы их будем осваивать, я думаю, что мы для себя рядом с библиотекой тоже откроем зал постоянный, вот, а сейчас пока в парке мы, вот, в парке в некоторых вот местах мы тоже выходим на праздники, на городские тоже, вот, вместе с городом реализуем этот проект, вот, и людям нравится, людям нравится, и очень литературные викторины устраиваем. Это не только сухая выдача книг и не только такое сухое общение по формулярам, по книжным, это и викторины на литературные темы девочки у нас делают, и общение, живое общение с людьми, это вот будут праздники в Пушкинские дни, как раз будут у нас праздники, вот, 6-7 июня у нас тоже будет мероприятие в парке, и 1 июня мероприятие в парке приходить, я думаю, что вы увидите наших библиотекарей уже в ином статусе немножко. Наталья Владимировна, у вас сейчас есть возможность обратиться к читателям, к зрителям, которых можно привлечь к себе на различные мероприятия, события в библиотеку, и в том числе для чтения. Я хотела бы сказать, что библиотека сейчас, она открыта для всех, и мы ждем вас, мы рады, что вы говорите нам спасибо за то, что мы устраиваем мероприятия, которые вам нравятся. У нашей библиотеки очень много друзей, и я хотела бы сказать, мы хотим, чтобы этих друзей было больше. Приходите, пожалуйста, не пожалеете, даже если кто-то думает, что в библиотеке пыль и пыльные книги, это далеко не так, традиционное обслуживание у нас осталось, но у нас есть много новых интересных мероприятий. Хотелось бы еще немножечко... У вас, к сожалению, время немножечко подходит к концу, спасибо большое, приходите к нам еще. Это были все новости на сегодня, я с вами прощаюсь, до встречи на родном канале. Компания «Ремстрой» – это уже 200 тысяч установленных облах. Натяжные потолки – это модно, стильно и практично. Кондиционеры компании «Ремстрой» – приятная прохлада в летний жаркий день, идеальная защита от солнца, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Компания «Ремстрой» – телефон 232-232. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин